Привет! Вы на канале Взлет! Меня зовут Ольга и в этом видео мы с вами обсудим румяна бронзер в шариках Giordani Gold от Reflame. Покажу вам два оттенка. Нежный загар и розовое сияние. Поговорим, какая обновленная формула у новых румян, также кому они подойдут и нанесу их на лицо. Посмотрите, как выглядят оттенки. Если вам все это интересно, поехали! В каталоге представлены новые румяна бронзера в трех оттенках. Натурального сияния у меня нет, чтобы вам показать. Также есть загар, который позиционируется для девушки с теплым подтоном кожи и розовое сияние, которое позиционируется для девушки с холодным подтоном. Нейтральный оттенок, мне кажется, будет самый легкий для тех, кто не определился, холодный он хочет, подтонный или теплый румян. Просто он хочет небольшое сияние. Мне кажется, что оно будет менее пигментирное, менее яркое. Но я сегодня проведу всеми шариками на руке и мы с вами посмотрим, действительно ли эти румяна такие уж теплые и такие уж холодные. Румяна, как и все предыдущие Giordani Gold в Reflame, созданы вручную в Италии. Производство у продукта итальянское, как и у краски для волос. И здесь заявлена обновленная формула. То есть, это не просто прессованный пудровый продукт, как мы привыкли, а здесь еще будет дополнительно сыворотка. И даже на упаковке написано серум. То есть, вы видите, что здесь омолаживающая сыворотка с витаминами, натуральными маслами, которая будет бороться с признаками старения, возвращать сияние, улучшать текстуру кожи. И также в этих румянах есть гиалуроновая кислота, которая будет дарить коже естественное сияние, здоровый вид, увлажнять и придавать упругость. И говорят, что кожа будет выглядеть моложе. Не знаю, как они все это засунули в шарик с румянами, но факт остается фактом. Покрытие должно быть, знаете, такое влажное, сияющее и очень красивое. Это хорошая вообще идея, добавить такие ингредиенты в декоративное средство. Потому что, во-первых, сейчас в тренде влажные макияжи, сейчас модно очень сияние. И вот эти вот матовые текстуры, они как бы отходят немного на задний план. Потому что чем вы эффектнее сияете, чем более влажным, увлажненным выглядит ваше лицо. Ну, недавняя линейка ВАУН тоже тому подтверждение, что там все просто на это направлено. И корейская косметика тоже на все об этом. Тем красивее вы выглядите, свежее, моложе, ярче и эффектнее. Когда вы наносите декоративный продукт на лицо, то кожа тянет влагу из всего, что вы нанесли. И поэтому наличие ухаживающих ингредиентов, увлажняющих, даже в таком продукте, как румяна, позволит ему дольше выглядеть на лице хорошо. То есть, дольше будет сохраняться свежесть, как будто бы вы только что продукт нанесли. Особенно вам подойдет такой продукт, если вы обладательница сухой кожи. Потому что ваша кожа вдвойне желает все вытянуть. Вам не подойдут матовые румяна. Они не создадут вот этот вот трендовый влажный эффект холеного лица. А жидкий румяна, либо вот такие вот с усиленными ингредиентами увлажняющими, они вполне для этого подойдут. Румяна приходит в уже знакомой нам коробочке, которая закрывается, ну как шайба, вот так на резьбу. Здесь есть транспортировочный спонж. Я не знаю, наносит ли кто-то им румяна. Я точно нет. Никогда я это не делал. Поэтому вы просто его используете для того, чтобы шарики не катались у вас и не разбивались. В этих румянах три вида шариков. Это румяна, бронзер и хайлайтер. То есть три всего вы увидите здесь оттенка. И первый румяна, который мы будем рассматривать, это нежный загар. И здесь именно сами румяна, шарики, они, давайте сразу покажу вам оттенок, они коралловые. Ну, собственно, они соответствуют такому теплому тону. Если вы девушка с теплым по тонам кожи, то они вам замечательно подойдут. Хайлайтер здесь, давайте посмотрим. Он, знаете, такой золотисто-светлый, очень красивый цвет. Цвет даже в чем-то шампанского. И бронзер, это то, что будет дополнительно подсвечивать, и кожа ваша будет из этого переливаться. Он достойный коричневый бронзер. В этих румянах пигменты, которые будут придавать естественный оттенок, при этом будут давать ровное покрытие. И плотность покрытия можно будет регулировать. Румяна довольно пигментированные, вот даже просто шариками я нанесла, и уже вижу, что они очень яркие. Поэтому я все-таки рекомендую их девушкам с более темным цветом кожи. Если вы светлокожей, обратите внимание на самое первое натуральное сияние, хоть я не могу вам их показать, но все равно имейте это в виду. Но их можно наслаивать. Очень мягко, вот шариками я сейчас прокатала на коже руки, очень мягкие шарики и очень красивое такое сияние от них. Но как это будет выглядеть? Можно использовать отдельно. Вы можете поставить какие-то картонные перегородки у себя в коробочке и шарики разделить. И тогда у вас будет отдельно румяна, отдельно хайлайтер, отдельно бронзер. И можете в ячейке кисточку свою напускать и переносить на лицо. Можно все вместе. Это тоже многофункциональность на ваше усмотрение. Как наносить? Смотрите, вы все знаете, скорее всего, что мы улыбаемся, находим яблочко и наносим на это яблочко. Но если вы так будете делать, то вы улыбнитесь прямо сейчас, посмотрите в зеркало на себя и найдите яблочко. Вот оно, это яблочко. И если вы в улыбке будете наносить румяна, то вы перестанете улыбаться, яблочко опустится. И у вас будет такое ощущение от вас, как будто у вас уставшее лицо. Поэтому задача румян это сделать ваше лицо задорным, когда вы не улыбаетесь, сделать его свежим, ярким. Поэтому вы улыбаетесь, видите это яблочко, перестаете улыбаться. И в том месте, где у вас было яблочко, вы наносите румяна. Чаще всего это 2-3 пальца от носа. То есть ниже не опускаемся мы и ни в коем случае мы не заходим за носогубную складку. Вот эта линия, она просто стоповая. Если вы какие-то свои контуринги, румяна будете сюда опускать, то это все. Это будет как будто вы такая жутко румяниная матрешка, которая бегала и покраснела. И вы просто вспотели, раскраснелись. И это вообще вы даже не собирались макияж делать. Поэтому мы, можно я буду в зеркало смотреть, да, находите это яблочком, перестаете улыбаться. И вот сюда вы кисть ставите и румяна наносите. Лучше, вот сейчас я все румяна наберу, эти заодно сейчас пигментацию с вами посмотрим, наносить чуть-чуть сверху, с точки, где у вас будет более темное место, вот уходящее к виску. А сюда румяна вот вы перенесли. Когда вы наносите, вы набрали на кисть и можно немножко стряхнуть, либо на руку вот так вот стряхнуть, чтобы было менее пигментировано, чем потом это все забивать пудрой. Вот вы видите, я просто буквально прикоснулась этими румянами. И когда вы нанесли вот отсюда сюда цвет, растушевывать вы начинаете румяна в другую сторону, в обратную. Вот, смотрите, я первое нанесение не стряхнула, и посмотрите, насколько пигментирован оттенок. Поэтому, особенно если вы, девочка, светленькая, если вы не хотите, если вы хотите вот просто свежесть вашему лицу, а не то, что вы там, посмотрите, как я нарумянилась, да, то в этом случае лучше наслоить, лучше вот нанести, посмотреть, прикинуть, как это выглядит. Кстати, вот оттенок загара и сияние, вы видите, что румяна сияющие, вот эти все, вот смотрите, да, вот под разным углом, вот эти все бронзеры и хайлайтеры, они, конечно, сразу прям сели на ваше лицо, все в одно место, и бронзеры, и хайлайтеры, и румяна, потому что шарики-то, они все вместе на кисть набираются. И таким образом вы это все тушуете, тушуете, тушуете до естественного состояния. Если вы хотите нежный загар, как и называются, собственно, эти румяна, то обратите внимание вот на эту баночку. Ну что, примерно так мы нанесли, растушевали, можно этот треугольник, здесь уже в зависимости от формы вашего лица, вы его можете уводить, например, делать сюда ближе, да, либо делать более острое, да, вот эту вот линию румян, ну, это вы уже дальше смотрите сами. Вот эта техника расположения румян, это уже дальше в зависимости от формы вашего лица. Но само нанесение очень важно растушевать. Румян Джордань мне нравится тем, что вы сразу же получаете эффектный макияж. У вашего лица появляется такая скульптурность, когда вы их наносите. Но вот с этой стороны у меня нежный загар. Давайте посмотрим вторую баночку. Это у нас розовое сияние. Позиционируются эти румяна как холодные, и знаете, розовый шарик, он такой прям барби оттенок, и действительно он очень холодный. Если вот мы его нанесем рядом с коралловым, с предыдущим, он такой прям очень даже ядреный. Мне интересно, как он будет выглядеть на лице. Теперь мы с вами посмотрим хайлайтер. О, ну это вот мой любимый оттенок. По-моему, есть такие стойкие тени, карандаш для века в The One. Если я вспомню оттенок, я вам тогда вот здесь вот оставлю код, и сам карандаш. Очень красивый, холодный. А вот бронзер выглядит более рыжим. Для меня это прямо удивление, потому что бронзер от предыдущих румян, от загарных, он, знаете, такой более нейтральный, более коричневый. А здесь прям рыжина-рыжина. Может быть, вот этот холодный подтон, он такой эффект создает, не могу сказать. Но, по сути, мне кажется, что румяна будут очень красивыми. Особенно мне нравится хайлайтер. Выглядит просто потрясающе. Я прямо хочу уже нанести на вторую щеку, чтобы мы с вами сравнили. Опять, да, мы создаем иллюзию задора. Ищем вот это вот яблочко, не красимся мы, еще раз повторяю, на открытой улыбке, потому что яблочко тогда опустится. И набираем румяна. Мне очень нравится, как эти румяна выглядят. Теперь я стряхиваю излишки в коробочку, еще снимаю на руку. И ставлю туда, где потемнее. Я взяла другую кисть, чтобы не смешивались у меня оттенки. Смотрите, какой появляется нежно-розовый прохладный оттенок. Все, я вот отсюда нанесла. И теперь я в обратную сторону эти румяшки тушую. Даже я не знаю, какой мне цвет больше нравится. Не очень удобно красить сразу и в камеру, и в зеркало. Поэтому, может быть, я немножко неровно растушевываю. Но мне сейчас главное, чтобы у вас появилось понимание, какие это оттенки. Если вы хотите прям свежий-свежий макияж, это розовое сияние. Может быть, у вас холодные краски в вашем цветотипе, в вашей внешности. То вам тоже понравится вот этот розовый оттенок. Если вы хотите эффекта загорелой, холеной кожи, то это будет у вас нежный загар. В любом случае, румяна хорошо пигментированы. Кожа выглядит ухоженной. И знаете, что я сейчас вижу? Что здесь прямо сияние, как будто бы я на румяна сверху нанесла много-много хайлайтера. С этой стороны у меня такого эффекта нет. Может быть, потому что сам хайлайтер, он не золотистый, а цвета такого шампанского. Очень красивый оттенок. И сияния такого яркого нету с этой стороны. Поэтому здесь действительно прям бронзер румяна. Здесь все-таки они больше похожи на румяна с эффектом свежего лица. Какие вам больше нравятся, я с удовольствием почитаю в комментариях. Ставьте лайк, если вам было интересно и полезен мой разбор нового продукта. И, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео о новинках Арифлейн самыми первыми. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова